я приветствую всех на своем канале всем привет зрителям подписчикам хорошая новость канал набрал 7000 подписчиков мне очень приятно что вы остаетесь со мной желаю вам удачи и успехов ну и не останавливаться на достигнутом продолжаем изучать как разводить канареек попугаев плюсы минусы значит сегодняшнее видео будет посвящено такой теме как бы неоднозначной немножко о карелах поговорим в конце а сейчас скажу вам ребятки накануне будет выставка в кропоткине я планирую туда поехать и хотелось бы обратиться к вам с таким вот обращением то что кто хочет пишите задавайте мне вопросы в комментариях что сколько стоит сам кто где живет я буду на выставке допустим кого-то интересные канарейки кому-то попугаи волнистые кому-то певчие я увижу узнаю продиктую номер в эфире если получится если продавец пойдет на контакт и будет вам от меня своего рода такой новогодний подарок ну чем как говорится почему нет так что поняли да кому-то узнать за гусей кому-то за курей за петушков за курочек вот так так что в общем отправляемся сейчас в вольер покажу как этих карел поговорим о них у них мне кажется что не получится с них нормальных родителей потому как они снесли яйца а сидеть на них все-таки отказываются я вот наблюдал наблюдал и яйца переложил в другую семью более полноценную не знаешь что из этого выйдет потом посмотрю вам расскажу отправляемся в вольер это вот у нас всего-навсего такая вот зима видите снежочек свой небольшой а там уже трава растет ладно пойдемте вольер и так друзья мы с вами снова смотрим на эту пару хотел подкрасться незаметно но что-то фокус пропал в камере видимо может замерзла не знаю пока настроил они уже поменяли место я хотел прослить чем занимаются в общем вот эти вот прекрасные карелы я им давал сейчас вам вкратце и напомню если кто-то забыл я им дал вторую попытку у них была первая попытка они снесли яйца и сидеть отказались яйца досматривали другие и вот пожалуйста вторая попытка окончена тем же вкладке было три яйца второе яйцо я так полагаю прилипло к перьям и самка его потеряла валялась там внизу ну и потом они снесли третье яйцо я вам показывал и в конце концов все время они находились в вольере здесь вот они не с не сидели на яйцах сейчас я вам продемонстрирую что тут как происходит яйца забрал сразу говорю я как только три яйца было там темновато ну в общем пусто там чистые опилочки все в общем как будто там никого и не было все и в общем я наблюдал как три яйца снесли смотрю не сидят думал может 4 четверто яйцо снесут сядут а они нет ни четвертого яйца нет ни пятого яйца нет ну и естественно не сели ну и вот тут на что грешить даже не знаю то ли может когда снимал вам съемку может они напугались стрессанули бросили отказались но бог его знает может быть и такое но тогда бы они наверно больше пьет снесли а так три яйца и до свидания ну и в общем хочу сказать то что эту пару я надумал вести в кропоткин продать продам ее может у более опытного заводчика получится развести нормальным образом или может быть распоровать можно мне тоже знакомые советуют распоруй типа самки дать другого самца переживают как они может быть действительно распугал я их тот раз в общем самки дать другого самца самцу дать другую самку может там будут нормально сложиться отношения они начнут продуктивно работать но у меня вот что-то не получилось ну или допустим для магазина для зоомагазина подойдет отлично или кому-то в семью можно птица ухоженная хорошая я думаю будет радовать глаз не один год по возрасту им примерно полтора может год и восемь год и семь месяцев такие вот корелы самец вот сейчас справа самка слева имейте ввиду если кто не знает значит установил пол я по пению ну тут видите самец он стандартный классика без щеки они только такой же в ветке бывают самцы у самок голова более темней а вот это слева которая чешуйчатая или жемчужная как правильно можно по-разному назвать это самочка потому что не слояется все проверено общем самец проверенный как что он самец самочка самочка такие вот друзья ребят ой такие вот дела друзья мои что-то не заладилось этой пары у меня и продавать жалко но блин не знаю если не продам снова привезу обратно посажу в другой вольер не буду виде съемку на них делать пугать там все это и попробую еще третий шанс ну дам им отдых но это уже наверное если я их буду запускать снова то это наверное весной а там посмотрим как будет складываться у них судьба в общем ребятки если кто-то может по делу что-то подсказать как с ними поступить вы пишите пожалуйста в комментариях буду очень рад любому совету вот возможно у кого-то были подобные ситуации то ну допустим вот насколько мне известно именно бещок и карелы они сложновато разводятся но я слышал что чисто белые бещок и карелы сложно разводится эти не знаю как у меня и этого как правильно сказать вот у этого самца есть брат и у этой самки есть сестра и они в этом году идеально дали 4 птенчика один раз первый раз и все сейчас отдыхают часом кстати их заодно заодно и продемонстрирую брата и сестру этой пары вот друзья мои значит вторая белая это самка сестра той самочки а третий это самец брат того самца который сейчас был перед вами а 1 слева и 4 справа это их не вот этой пары детки но не два всего дали вот такие в общем дела у нас происходят все не забывайте подписываться и до скорой встречи на моем канале и кстати не забывайте это по поводу выставки кого что интересно пишите в комментариях заранее чтобы я подготовил список и там уже поработал по вашим вопросикам все до скорой встречи друзья до свидания